Русский танк Андрей Коваленко отметил в Ярославле 45-летний юбилей. В солидном для игрока возрасте Коваленко, пожалуй, не уступает легендарному хоккейному долгожителю канадцу Горди Хоу. Юбилей он праздновал с клюшкой в руках, сыграв в компании звезд российского хоккея «Матч друзей» во дворце спорта «Торпедо». Его полную версию покажет в конце июля наш второй телеканал «ГТ-регион». То, что это «Матч друзей», подтверждала даже форма хоккеистов. У всех на ней был одинаковый номер 45. Именно столько стукнуло юбиляру. Взяться за клюшку для всех мастеров – дело привычное. Звезд разных поколений набралось на две команды – красных и белых. Красные были дружиной Коваленко, который, кстати, играл вместе с сыновьями. Из действующих звезд за белых выступал Сергей Мазякин. Из звезд ветеранов за красных играл Дмитрий Юшкевич, так же, как и Коваленко – олимпийский чемпион 92-го года. А ворота красных защищала легенда вратарского цеха советских времен – Владимир Мышкин. Смесь опыта и молодости в одной команде и в другой довольно-таки приятно смотреть. И счет на табло, как говорится, предполагает интригу всего матча. Так что будем наслаждаться хоккеем и пожелаем всем участникам быстром добраться до конца матча. Как правило, такие матчи играют в ничью, побеждает дружба. Однако хоккей – это результат. И в этом матче равного счета не было. С большим преимуществом победила команда Коваленко, забросив сопернику 16 шайб. Сам юбиляр считает, что в Ярославле, несмотря на то, что он блистал в НХЛ, прошли лучшие годы его карьеры. Два золота в локомотиве, множество друзей и поклонников этот клад Коваленко нашел у нас. Так что он долго не думал, где проводить матч друзей. Город Ярославль не посторонний город для меня. Все-таки я его считаю вторым родным городом. Я часто здесь нахожусь. Старший сын у меня играет за ЛОКО 04-99 года рождения. На следующий год будет выпускаться. И как сказал Юрий Николаевич Яковлев, надо соблюдать семейные традиции. Вот пытаемся их соблюдать. Полную версию матча друзей Андрея Коваленко покажет в конце июля наш второй телеканал «ГТ-регион». Евгений Полковников, Александр Быков.